Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд. Вероники Литвиновой. Всем огромный привет, дорогие друзья. Осень, осень. И вместо уютного пледа я предлагаю вам закутаться в отличные книги. И буду надеяться, что с моей скромной помощью кто-то начинает прослушивать аудиокниги или берет книгу с полки, а может быть записывается в библиотеку. По крайней мере, это моя мечта. Мне пишут частенько на фейсбуке. В фейсбуке, дескать, прочитали, нравятся и так далее и тому подобное. Значит, моя миссия выполнена. Хотя у нас теперь отменены снежные дни. В снежные дни теперь вот такая новость. Дети будут учиться из дома. Но все равно я думаю, что мы себе какие-нибудь дождливые снежные дни все-таки позволять будем и поваляться на диване с отличной книгой. Ну, почему бы нет? Ну, а еще многие из нас, я точно знаю, что Америка это страна трудоголиков, особенно в Нью-Йорке все работают, добираются так называемая ежедневная дорога или комьют. Так вот, несчастные комьюторы добираются они до своей работы. Боже мой, иногда полтора часа. У меня полтора часа не выходит, но, конечно, Стэттен-Айленд. Не буду обижать жителей. Иногда я его называю Стэттен-Трафиком. Особенно вот этот съезд с Верозаной Бридж. Прекрасный, красивый мост. Еще бы цена была хорошая для жителей Броклина. Ну, ладно, не будем жаловаться. Просто хочу сказать, что если вы застряли в пробке, но вы в объятиях отличной книги, то раздражение моментально уходит. И сегодня я хочу поговорить о писателе, которого, во-первых, многие критикуют. Я даже в своем посте в Фейсбуке опубликовала его фотографию, потому что, ну, во-первых, он безумный красавчик, согласитесь. Похоже что-то такое между Патриком Дэмси и Эросом Ромазотти. Во-вторых, он стал знаменитым в 27 лет. И, конечно, хотя слог где-то, может быть, и хромает, но я практически все книжки его прочитала, проглотила, прослушала. И плюс такая вам наводочка, такой лайфхак. Если за озвучку берется Игорь Князев, значит, книга хорошая. Ну, согласитесь, Щегол, Глуховского текст, несчастный Глуховский. Как вообще можно вообще, ну, я не буду сейчас говорить о политической ситуации, но, в общем, Глуховский у времена у нрава. Самый такой, ну, на мой взгляд, писатель, который является камертоном современной России, теперь из России. Мало того, что не изгнан, он сам уехал, так еще объявлен в розыск. Такой ужас. Но вернемся к книгам. Текст. Изумительный книг, который, книга, которая отражает действительность и вообще в озвучке Игоря Князева. Это прекрасно. Он, говорят, актер дубляжа, и он прекрасно имитирует женские голоса. То есть вы слушаете просто радиоспектакль. Итак, я представляю вам современного швейцарского писателя, который пишет на французском языке, но который является самым американским писателем из европейских писателей. Вот. Жоэль Диккер или Диккер, как говорят, ну, не знаю, на французский манер, как правильно я называю. Жоэль Диккер. И первая книга, которая мне попалась, это книга «Правда о деле Гарри Квеберта». Все дело происходит в Америке. И что интересно, то есть я подписана на кучи книжных влогов. Я читаю Goodreads. Мне каждую неделю от Goodreads приходят какие-то ревью. Но мне кажется, что все равно ты спрашиваешь всегда советы о том, что тебе почитать у человека, которого ты уважаешь. И вот у меня есть такая коллега, такая филологиня, профессор. И она познакомила меня с Гарик, с Жоэлом Диккером. И я думаю, интересно, она кому-нибудь из своих коллег в университете говорит, что она такое читает. Потому что мне, например, абсолютно вам не зазорно и не стыдно сказать, что я читаю Джоэля Диккера, получаю большое удовольствие. Потом вот здесь нестыковка, нет, но на какое-то время ты просто выпадаешь из жизни. Если есть у тебя свободные часы, ты только и ждешь встречи именно с ним. Очень ругают его. Ругают здесь у нас в Америке, потому что, дескать, он показывает такую лубочную Америку. Особенно вот Северная Америка его ругает, дескать. Не похоже совсем, я бы так не сказала. В деле Гарик Веберта мне кажется, что и Америка, и вот эти все маленькие кофеюшки, дайнеры так называемые, и жизнь маленьких, небольших городков, одноэтажной Америке показана очень даже здорово. То есть у меня особо никаких нареканий к нему в этом плане нет. В общем, он сначала организовал газету в школе, такой хороший мальчик, молодец. Почему Америка? Почему в основном в его произведениях Америка? Потому что летом он отдыхал именно в нашей стране, и так ему это в голову все запало, что вот он решил здесь быть, здесь в своих книге, сюжет своих книг разместить. Ну, «Последние дни наших отцов», это, я так понимаю, книга, которая была написана так. Ну вот видите, как не полезно не знать языки. У меня на французском языке здесь, я уже немножко запуталась, когда что было написано. Нет, «Последние дни наших отцов», это, так понимаю, последняя книга в 2012 году, когда ему было 27 лет. Он выстрелил, просто выстрелил, действительно, с книги «Дело Гарри Квеберта», стал знаменитым. Но дело в том, что мне кажется, что он все время пишет свою историю, потому что речь там идет о юном писателе, который тоже молодой, который вдруг ощутил огромный успех, он написал бестселлер. А потом, как у всех там знаменитых людей, и особенно писателей, появилась боязнь чистого листа, боязнь уже взятой планки, будет ли следующая книга настолько же хороша, как была предыдущая. И он обращается к своему учителю, а с учителем там не буду спойлерить, кое-что происходит. И раз этого учителя обвиняют, в общем, туда немножко у нас такое вкрапление на боковской лолиты, в общем, там много-много лет назад пропала девочка 15-летняя, погибла девочка. В общем, этого его учителя, писателя, которому он восхищался, обвиняют. Ну и вот этот наш Маркус, альтер-эго нашего знаменитого красавчика Жоэля Диккера идет все это дело расследовать в городок под названием Аврора. И вот у американских критиков, как может бы называться город Аврора. Да может прекрасно называться. Слушайте, я ехала, по-моему, в Поконо, нет, не в Поконо, в Вашингтон, и видела вообще город на букву Ж, с Джейн называется, из четырех буквы. И это не имя Джейн, так что Аврора – прекрасное название. Вторая книга Балтиморов, книга Балтиморов, она ко мне попала не сразу. Это продолжение дела Гарри Квеберта. Считается, что эта книга немножко послабее, но обо всем по порядку. Еще раз я говорю, что есть прекрасная озвучка. Если вы читаете на французском, я уже вам заочно завидую. И сейчас, ну недавно, в 2018 или 2019 году, вышел сериал с Патриком Демпси в главной роли, правда, о деле Гарри Квеберта. Ах, если бы было время, я бы с удовольствием его, конечно, посмотрела. Итак, еще раз говорю, что Гарри Квеберт, знаменитый писатель, его обвиняют в убийстве 15-летней девочки, и убийство произошло 33 года назад. И вот Маркус Гольман, начинающий писатель, который написал бестселлер, отправляется ему помогать. Все очень запутано. Столько там всего, не знаю, интересно было бы посмотреть сериал. Если найду на это время, обязательно это сделаю. Это было мое первое знакомство с Жуэлем Дикером. Я не сразу пришла к книге Балтимуров, я не особо поняла, что это оказывается, ну не то чтобы продолжение, что это тот же самый герой, да. Вот, поэтому это такое после этой книги, несмотря на какие-то нестыковки, все равно у тебя наступает какое-то книжное похмелье, потому что ты все равно думаешь об этой книге. И особенно если вы хотите писать, потому что каждая глава, их 31, начинается с заповеди Гарри, которые как бы он как наставник передает и говорит своему молодому другу, как же писать. Обычный детектив, необычный детектив, но не отрываются люди, даже вот такие профессоры из Бостонского университета, хотя, возможно, об этом своей коллеге не говорит. Ну и плюс этой книги, что помимо детектива вы видите очень много связано вещи об издательстве, о рекламе, о сроках, о контрактах и так далее и тому подобное. Вот я знаю, что многие грезят кинематографом, мне кажется, что там то же самое. Нужно всю эту кухню очень хорошо знать изнутри. Ну и Маркус Гольман, у него такая забавная мать, в книге сымитирован такой говор еврейской такой мамочки, она бесцеремонная, она все время пытается свое чадо, как курочка такая над ним хвохчет. То есть такие яркие персонажи, их запоминаешь, понимаете, их запоминаешь. И этот 31 совет Гарри Квеберта, начинающему писателю, это не просто детектив, а еще что-то вот такое можете узнать интересное. Ну и плюс наш красавчик Жоэль Диккер, я надеюсь, что если вы не за рулем, вы можете сейчас загуглить и посмотреть фотографии. Ну действительно, красавец, вот самый американский наш из европейских писателей. И вот после уже этих двух книг он пишет, издается загадка номер 622, он всех удивляет и возвращается на свою родину в Швейцарии. Все дело происходит в Швейцарии. И опять же начинающий писатель, только уже не Маркус. И девушка его спрашивает, а как писать книги, а как там Сьюзан? А он говорит, а вот мы в отеле находимся, здесь нет номера 622. Здесь есть 621, 623, а номер 622 нет. И вот все, что, знаете, начинает происходить в этом доме, в этом отеле, простите, и уже тут пошли и Романовы, и русский олигарх. И там вроде все понятно, и развязка такая, что ничего не понятно. Тоже такое запойное чтиво, загадка комнаты номер 622. Единственная претензия, что там такое имя было у этого злодея. Там халды-балды-малды на Т. Вот я опять забыла, потому что не бывает у российских олигархов таких имен. Все-таки нужно быть ближе к правде. Вот я не знаю сейчас, что будет с книгами Джоэля Диккера, потому что он восхищался Россией. Может быть, он тоже отозвал свои права, как сделали это. Все права на книги и на озвучку, как сделали это в связи с войной Джоан Роулинг и Стивен Кинг. Не знаю как, но вот последняя книга, которая на самом деле не последняя, а именно книга Балтиморов, опять же про Маркуса Гольмана. Ее считают слабой. Она просто больше, скажем так, не детективная. Это детектив, да. Но все-таки он больше, скажем, тянет на сагу. Но, конечно, в конце концов мы узнаем, что же произошло. И перед нами опять Маркус Гольман и его кузены. Книга о дружбе, книга о предательстве, книга о буллинге, книга о том, что... И книга, конечно же, о любви. И что если люди созданы друг для друга, они обязательно-обязательно встретятся. Ее считают такой слабой, но я все равно, Жоэль Диккер, надо его узнать. Все равно его читаешь за поем и потом действительно выходишь с книжным похмелем. Хотя мне кажется, что не помешало бы ему все-таки немножко отточить перо. Очень ругают его за слог, но по результату давайте судить. Огромные продажи и в Америке тоже, хотя здесь его критикуют за ненастоящую Америку, которую он нам показывает. Поэтому, ну, посмотрите хотя бы какой красавец. И сейчас молодой достаточно человек, по-моему, 36 лет, женат, имеет ребенка. И, надеюсь, скоро нас обрадует еще одним детективом. Итак, сегодня три книги. Три книги Жоэля Диккера. Правда о деле Гарри Квеберта. Вторая часть книга Балтимуров. И загадка комнаты номер 622. Вот это все, что я вам рекомендую. И гарантирую, что, ну, если вы не будете очень судить строго, что вы просто действительно не оторветесь. И вот про Стефани Майер еще одна книга. Она тоже про Америку, но исчезновение Стефани Мейлер. Это книга 2020 года. Все это, по-моему, насколько я понимаю, будет происходить в Лонг-Айленде. Но я решила сделать такую передышку. Нужно даже от очень классных и хороших книг немножко отдыхать, отходить в сторону и слушать или читать что-либо другое. Решила взяться за Young Adult. Очень популярный здесь жанр. Наступила осень, но, я надеюсь, хандру, дождливую погоду, листву, прочие вещи, что нужно менять одежду летнюю на осеннюю и зимнюю. Все это могут помочь нам, скажем так, я, например, все это люблю. Дождливую погоду и смену сезона, только не люблю одежду менять. Ну и вообще, мне кажется, аудиокниги, например, если ты чистишь шкафы, гаражи и так далее, вот это самое лучшее. Ну а если вы еще не знаете, как чистить свой шкаф или свой захламленный дом, тогда, конечно, книга Марии, как же ее зовут, Кардо, по-моему, от этой японки, вам в помощь, потому что нам все время кажется, что японская косметика, японские психотерапевты, а сегодня именно о них буду говорить, все японское, оно какое-то эдакое, то, чего мы не знаем. Но в любом случае, она действительно со своими книгами перевернула мир. Не знаю, стали ли люди быстрее и более на веселой ноте убирать квартиры и дома, но, по крайней мере, посмотреть ее интересно. Это тот случай, когда тебе не обязательно знать английский. На Нетфлексе идут ее серии, идет дубляж. По-английски она говорит не очень, но это не помешало ей заработать миллионы долларов. Всего лишь неряшливых людей, обучая, как все-таки почистить свои дома. Правда, не так уж много у нее адептов, потому как каждый день благодарения повторяется одна и та же картина. В Черную Пятницу на следующий день люди бегут по магазинам, вообще сносят друг друга, валят с ног, чтобы потом сидеть у своего гаража с надписью «Сейл» и продавать всякие абсолютно ненужные вещи, которые у них в гараже оказались. Вот это меня всегда ей-богу удивляет. Книжные новинки, истории об авторах. Придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Да, прежде чем говорить о книге, которая, ну, во-первых, я должна сказать, что, конечно же, вышла последняя книга Джоан Роулинг, А.К. Роберт Гелбрейт. И эта книга о нашем любимом Кормороне Страйке. Кто вот со мной в этом тайном обществе и кто обожает этого детектива, то я вот просто предвкушаю, что мы это все будем слушать. Надеюсь, в начитке какого-нибудь там Стивена Фрая, такой британский прекрасный, прекрасный акцент. Но прежде чем перейти к книге, японской книге, которая побила абсолютно все рекорды и в Японии, и во всем мире, «The Courage to be Disliked, the Japanese Phenomenon that shows you how to change your life and achieve real happiness». Давайте переведем. Мужество быть неотвергнутым, но дислайк, да, быть тем, кто не нравится всем. Японский феномен, который показывает, как изменить свою жизнь и достичь реального счастья. Фумитаке Кога и Ичиро Кишими. Вот об этой книжке я буду говорить, потому что, ну, во-первых, вот я ее сейчас уже дочитываю, и, вы знаете, я всегда смотрю, вот сколько людей в очереди стоят и ее ждут. Ну, во-первых, у меня такое раскаяние, что я думаю, нет, еще у меня мои не закончились сроки, поэтому подождите. Но когда я вижу, сколько людей, думаю, боже мой, неужели они все хотят найти там правду в жизни? Но прежде чем начать говорить об этой книге, мне хотелось бы поговорить о книгах, которые я, ну, не то чтобы отвергаю, а которые я не могу читать, ввиду того, что они не то чтобы... Джоди Пикколт – это признанная писательница, и это снимают по ее книгам фильмы. И она совершенно знает вот эту юридическую сторону. Если у Жуэля Диккера еще за что-то можно порекомендовать, об этом не скажешь. Джоди Пикколт – это замечательная писательница. Но я начинала говорить о ее книге, которая называется «Девятнадцать минут». Я не смогла дочитать, потому что для меня это настолько болезненный и ранимый вопрос, вот именно стрельбы и стрельбы в школе, потому что те, кто работает в школе, учителя, ну, я думаю, что и родители, это не секрет, сейчас знают, что идут, ну, постоянные тренировки, тренировки по поводу на всякий случай, как спасаться и так далее. То есть это уже наша, к сожалению, реальность. Реальность вводит вот какие-то меры. То есть если раньше ты даже не знал, с кем работать, то теперь обязательно, ну, во-первых, полиция всегда, да, да, а теперь ввели бэджи, вот так называемые такие, с такими удостоверениями личности учителя ходят. Но все равно Джоди Пикколт, я так понимаю, потому что вот в последней книге, не в последней, а клятва, книга-клятва, которую я тоже не смогла читать, потому что начинается самоубийство подростков, и когда вот идет такое жизненное описание, жизненное описание горя родителей, и как вот им надо там опознавать собственное дитя, я не могу это читать. Но с другой стороны, это известный автор, и я бы хотела ее упомянуть, Джоди Пикколт, но ни одну вещь не смогла дочитать вот из-за того, что мне тяжело, больно читать такие вещи. Хотя там уже никаких таких коза закричала нечеловеческим голосом, у нее такого нет, никаких каких-то недоработок в тексте. Тот, кто любит детективы, Джоди Пикколт, 25 бестселлеров, абсолютное знание школьной системы и правовой системы. То есть, ну вот, немножко для меня жесткач, как говорит молодежь, но хотела упомянуть об этом, об этих детективах. Также, поэтому я, наверное, не смогла смотреть «13 причин, почему». Тоже сериал, который подростковые отношения, самоубийство, все это тяжеловато. Но, может, всего этого можно избежать, если вот послушать или прочитать книгу «The courage to be this life». Во-первых, очень легко читается. Это разговор взрослого человека, который, что называется, эту жизнь прожил и понимает, и про дростка. И задаются вопросы, это диалог, он так и идет, да, вот так и идет. И основано все это на трудах психотерапевта такого, Альфреда Адлера. Но идут отсылки, конечно, и к Карлу Юнгу, и, безусловно, к Зигмунду Фрейду. И вот, ну, вот сейчас очень любят, знаете, такие буктуберы, есть некоторые, которые... Содержание книги за две минуты. Ну, так вот, я тоже тут распечатала рассказать вам, что три... Я бы подросткам советовала, я бы подросткам-тинейджерам посоветовала бы послушать, почитать эту книгу. Три урока, которые мы выводим из этой книги. Это что... Не верьте, это опасно верить, что твое прошлое определяет твое будущее. И не надо сосредотачиваться, что с тобой не так. Нужно просто сосредоточиться, почему ты так к себе относишься, где-то себя не любишь. И еще эта книга о том, что в основном все проблемы, которые мы так себе надумали, это на самом деле мы к себе придумали, а себе что-то вертим в голове. Вот этот относится ко мне так, а этот, это... А на самом деле это совсем-совсем-совсем не так. Ну вот, еще раз говорю, три с половиной миллионов в Японии продано. Интересно. Стоит почитать. Ну вот такого вот, чтобы я сказала, вот вау, что вот вау, какой-то рецепт жизни и правильного отношения. Ну, очень такие мысли, которые нам, наверное, уже кто-то рассказывал и до этого. И еще одну книгу я вам хочу порекомендовать. Это книга Стива, Бродерика Стива Харви. Это американский актер, комедиант. И у книги такое долгое название, тоже в очереди на нее. Огромное какое-то количество людей. Сейчас я вам это название скажу. Act like a lady, think like a man. Вот, пять человек ждут, когда я дочитаю эту книгу. Это уже еще expanded edition, то есть еще раз создавали эту книгу. Ну, вообще интересный достаточно человек. Вы его все время видите по телевизору. Он действительно звезда. Он про отношения мужчин и женщин. Ну, достаточно интересно. Защищает мужчин. И, значит, тут такая у него куки. Куки – это что, дескать, сладость. То есть женщина должна быть готова. Как бы она, вот то, что я вынесла, как бы она не устала, ничего. Но ее печенье, ее куки, так называемые, всегда должно быть, всегда должно быть, что называется, наготове, что бы ни было. Дети, работа, мигрень. Вот это он, иначе пойдет искать печенье в другом доме с другой женщиной. Ну, он очень много был, так я смотрю, раз женат, и вот дети. Да, интересно. Ну, как-то он не особо рассказывает, что у него там не заладилось с печеньем или с борщом. Ну, насчет борща шучу, конечно. Вот, ну, так интересно. Тоже мне было, просто выбрала эту книгу, смотрю, вот народ ее читает, и такие отзывы на Goodreads. Но, еще раз говорю, честно говоря, мне бы лучше найти время на Жоэля Диккера и его детектив. Хотя, ничего не могу сказать, тоже было, тоже было познавательно. Но что-то мы все на книгодеване, на книгодеване. Ну, а как же оставить людей, которые вообще смотрят фильмы, сериалы и так далее. Поэтому не могу им что-то не порекомендовать. Давайте перейдем в другую комнату на Кинодиван. Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии. Все, что уже крутится на мировых экранах и все, что с нетерпением ждут зрители, в рубрике Кинодиван. В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. «Скажи ей». «Скажи ей». Я не особо, знаете, люблю, вообще это не камильфо, если у нас идет передача по телевидению, рекламировать YouTube. Но тут в Фейсбуке такая, началась такая вот свара по поводу того, написал один блогер, что, дескать, «Ой, это Дудь, и того он не знает, и того он не знает». Но я даже не удержалась, я терпеть не могу вообще влезать в комментарии, потому что потом начинают тебе все, все, ты погряз, и тебе надо отвечать, а у тебя, знаете, дети требуют, чтобы ты им там подогрел ужин. Но тут даже я написала, что Дудька Мертон времени. И даже если он чего-то не читал, там Бродского, он научится, он прочитает. Но мне очень нравится его интервью, удачное и неудачное, я смотрю абсолютно все, с тем же Глуховским, это просто имениное сердце. А то, что он чего-то не знает, ну, ничего страшного, что называется. Так же, как и Жооль Диккер, научится писать, лучше будет писать. Главное, что это что-то настоящее. И вот интервью с Молочниковым, ну, жалко, что они, конечно, с Катей Варнавой расстались. Я так хотела, чтобы у них и ребеночек появился, и семья. Молочников просто замечательный режиссер, которого, ну, выдавили из России, может, он нас слушает, он теперь учится в Нью-Йорке, в Колумбийском университете. Привет ему большой. И я хотела бы порекомендовать фильм «Скажи ей». Это фильм 2021 года. Он такой, знаете, очень-очень теплый. И совершенно, знаете, Александр Цикала продюсер. Изумительная игра актеров, особенно вот этого парня, который играет мальчика Сашу. Я хочу сказать, что... Ну, просто... Как этого актриса забыла? Я Ходченкова, по-моему. Почему я хочу сказать именно об этом фильме? Хотя там такая вот, типа, вот ему лучше, там, так сказать, он захотел там уехать в Россию, или там... Я сейчас даже хочу от этого абстрагироваться, но просто вот сказать о том, что Молочников, потому что сам он у него американское гражданство, но жил он и в России, и в Америке, сейчас вернулся в Америку, выдавили его из России. И очень талантливо показано, я считаю, что мальчишка, который играет, ну, это просто будущее Леонардо Ди Каприо, это звезда явно. Показано, как вот, понимаете, и мы же это тоже проходим, да, когда там папа уезжает, или мама возвращается. Вот у меня, знаете, была такая из личного опыта экскурсия, значит, мама здесь не смогла подтвердить диплом, папа... Мальчик остался с папой, мальчик остался с папой, а мама зарабатывает деньги там, и она уехала туда, и вот так получилось, это еще было до всей этой ужасной войны, и в какой-то момент они вернулись, там пошли на экскурсию с этим мальчиком, уже экскурсию приходилось вести на английском и на русском, потому что он уже забывает язык, ну, вы знаете, ну, и маму она привезла оттуда, но сколько вот боли в этом, что ее ребенок, ну, так сложились обстоятельства, и видно, что это любовь, безусловно, и у мальчика, и у мамы, и видно, что он так на нее смотрит, что это мама, что маму не может заменить, и какой там самый лучший американский папа, это мама, ну, вот так, так сложилось, и поэтому я бы смотрела вот этот фильм, скажи ей, фильм режиссера Молочникова, заодно все-таки про пиарю, интервью его у Дудя, потому что это именинное сердце, мне кажется, что вот если есть в России такие режиссеры, хотя вынужден был уехать, не все потеряно, не все потеряно, Молочников, вот, мне кажется, что это вот про другое, это про то, что как иногда судьба, особенно вот эмиграция, вот разбивает семьи, и кто от этого страдает, дети, но зато у нас новая звезда, новая звезда, посмотрите, присмотритесь к этому парню, я думаю, что лет через 10 он, конечно же, выстрелит, но и для тех, кто, может быть, пропустил начало передачи, не меняю своих преференций, а именно Роулинг вышел The Ink Blackheart, это, конечно же, шестая книга, ура, ура, о Кормороне Страйке, я думаю, что все те, кто является поклонниками, не только Гарри Поттера, но и детективов об этом чуде, и детективов об этом чудесном сыщике будут очень рады, уже наконец-то поженятся они или нет, я вот все жду, но уже, ну, посмотрим, посмотрим, за всем я прощаюсь с вами, до следующей встречи. Нью-Йорк, больше, чем город, это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой, программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.